Более 1200 медалей, 385 из которых золотые, завоеваны спортсменами Алматинской области на республиканских и международных турнирах за прошедшие 8 месяцев текущего года. Об этом сообщил руководитель областного управления физической культуры и спорта в ходе встречи с деятелями спортивной сферы. Традиционное коллегиальное совещание состоялось в ауле Шамалган Карасайского района. Здоровый образ жизни, физкультура и спорт – один из приоритетных направлений в нашей стране. Алматинская область не исключение. Более того, именно она является флагманом в деле воспитания профессиональных спортивных кадров. Из года в год в области растет объем финансирования в сфере спорта, увеличиваются размеры стипендий и решаются квартирные вопросы для ведущих спортсменов и тренеров. Последовательно укрепляется материально-техническая база, а также ведется целенаправленная работа по созданию физкультурно-оздоровительных комплексов и спортивных сооружений. На сегодняшний день в области действует 9 физкультурно-оздоровительных комплексов. Все они оснащены самым современным оборудованием и соответствуют международному уровню. А самое главное – обеспечивают свободный доступ населения к спортивным залам и инвентарю. В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы еще в шести физкультурно-оздоровительных комплексах в селе Шонжи Уйгурского района, в селе Щелек Имбекше Казахского района, в селе Сумбе Раймбекского района, а также в Жамбульском районе. Разрабатывается проектно-сметная документация на четыре спортивных комплекса в селе Байсерке Ильского района, в селах Сарбастаура Имбекского района, Таргап Жамбульского района, Ашеса Имбекше Казахского района. Также в текущем году объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации на строительство трех спортивных объектов в селах Заричный, Щенгельде, в близ города Кунаева, а также по строительству спортивной школы-интерната в селе Шамалган Каразайского района. Подготовкой спортивного резерва занимаются 23 спортивные организации. По 59 видам спорта в них занимаются более 22 тысяч спортсменов. Еще одно достижение Алматинской области – исполнение поручений главы государства развивать массовый и детско-юношеский спорт в регионах. В этом направлении активно работает Алматинский областной центр проведения спортивно-массовых мероприятий. По итогам 8 месяцев данное учреждение организовало и провело 250 спортивных мероприятий с охватом 60 тысяч человек. Количество занимающихся физической культурой и спортом ежегодно прибавляется. Сегодня оно составляет 491 тысячу 320 человек. Это более 34% от общей численности населения области. Неплохие показатели в этом плане представили в своих отчетах руководители отдела внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Ембиш-Казахского и Ильинского районов. В Ембиш-Казахском районе в данный момент развитие спорта идет очень на высоком уровне. Это вот по сравнению с прошлогодним годом сейчас строится в село Щелек физкультурно-оздоровительный комплекс. Помимо того проводится много мероприятий спортивных. И охват населения становится каждым днем больше. И занимающихся спортом дети и молодежь района тянутся к спорту. Сейчас в районе в консультуре 328 спортсменных сооружений. У нас один спортшкол, один стадион, 69 спортзал и 238 подсказных сооружений. Работа по дальнейшему развитию массового спорта, активной популяризации спорта в сельской местности, а также по улучшению показателей и совершенствованию мастерства атлетов будет продолжена, подчеркнул, подводя итоги совещания руководитель областного управления физкультуры и спорта Нурбакат Енисбаев. Директором спортивных школ, федерации и других профильных учреждений он дал ряд конкретных поручений, касающихся организации и проведения ближайших крупных спортивных мероприятий. Приятным завершением коллеги стало награждение почетными грамотами Акима Алматинской области, отличившихся своей хорошей работой на местах представителей физкультуры и спорта.